Итак, Ирина, давайте начинать. Пишем работу на двух холстах. Замечательная работа. Колорит очень хороший. Вылетел из головы художник, по-моему, то ли американец, то ли европеец. Хороший современный художник. Картина замечательная. Что здесь зацепило? Здесь колорит очень хороший. Есть гамма. Что такое колорит? Когда есть общая подчиненность какому-то цвету. В данном случае золотисто-коричневая гамма. Здесь нет ярких синих, ярких зеленых. Зеленые есть, но так, чуть-чуть присутствуют. В основном коричневые, оранжевые, желтые, розоватые. То есть нет явных холодных оттенков. И поэтому она собрана в один колорит. Из-за фиолетов. Вот вы это знаете, что картина не должна быть пестрой. Если уже пишете, допустим, там... Ну, то есть не вводите все оттенки, которые есть. Для начала нам нужно будет смазать холст таким определяющим цветом. Можно смазать... Картина теплая по колориту смажем таким охристо-оранжевым чем-нибудь. Если картина нам нужна яркая, мы смазываем, делаем смазку без бельева. Картина достаточно насыщенная. Можно попробовать смазать марсом оранжевым в разбеле. Ну, не в разбеле, а прозрачным. Уберем марс-оранжевый, тройничок. И пробуем. Вот таким вот золотистым примерно тоном. Я уже тут... Да, вы это будете делать все сами. То есть я могу, например, сейчас уже начинать? Ну, лучше вы слушайте, да. Хорошо. Слушайте, задавайте вопросы, которые интересны даже не только вам, но и начинающим. Если вы смотрите без масла, да? Нет-нет-нет, здесь это тройник сухой. Вот если представить вот эту емкость, вот столько, 70% white spirit, вот столько масла льняное и 5% лак. Акрилостирольное. Почему акрилостирольное? Во-первых, он прозрачный, ну, в общем, прочный. Не реализован цизны не дает. Не реализован цизны. Но самое главное его преимущество, его прочность, максимальная прочность. И поэтому его нужно чуть-чуть, 5% достаточно, чтобы он делал в тройнике свою функцию. Функцию клея, склеивания краски, прочность придающая. Если домарный мы бы вводили, ему пришлось бы вводить процентов 15 минимум, чтобы он прочность содержал. Но чем больше лака, тем больше запах очень такой неприятный. А поскольку вот здесь немножко, мы почти не чувствуем запаха лака. А у лаков очень мощные запахи такие. Да, да, да. Так, сделали подкладочку, потом делаем рисунок. Так, вот. Форматы совпадают примерно. Угу. Вот под лоским наклоном. Со смещением базы. Вот вертикаль можно отвести, если по-быстрому. Палец упереть и примерно... Можно потом проверить еще. Каким-нибудь кисточкой взять, не ушла ли вертикаль у нас. Вот так и так. Идеально. Так, потом верхушка у нас чуть выше середины. Вот это вот здесь. Низь, вот это здесь. В коем случае не преувеличивайте объем. Все начинающие делают значимые вещи большими. Держите все в руках. Если нам нужна более-менее правоподобность. Если мы свободно купим, мы можем сделать и большую. Ну да, можно и карандаш рисовать, естественно. Карандаш потом не размножится? Ну, немножко и размножится. Поэтому не нужно так рисовать, штриховать. Контур обозначить слегка. Только контур. То есть графичный рисунок не делаем. В Алла-приму не тратим время на рисунок. Когда многослойная живопись, желательно отдать целый день на рисунок. Накануне сделать тщательный рисунок. Тогда живопись идет как по маслу. Она быстро идет. Но здесь у нас важнее все-таки работать цветом Алла-прима. И поэтому мы не тратим время на рисунок. Нам нужно поскорее... Потому что Алла-прима ваше настроение передает. Да, да, впечатление. Так. Теперь берем... Начинаем со слабых оттенков. Нам нельзя написать сейчас стену, вот эту серую. На них цветы, пока они не высохнут, не лягут. Она будет... Да, смешиваться краска. Мы здесь наоборот. Исключение Алла-примы, методом исключения живописи в один сеанс. То, что начинаем со слабых оттенков. Ну, с тех слабых вещей, которые... Пускай она на переднем плане, но мы сначала ее напишем, а потом уже приделаем фон. Хотя по-хорошему надо бы наоборот. Ну, то есть вот здесь маленькое такое отступление. Берем кисточку и вот такие теневые. Теневым тоном, средненьким таким, мы прокладываем контуры цветов. Чуть-чуть на пространство. Или выможиваю, если вы меня сковываете. Хорошо. Внутри такое коричнево-оранжевое что-то. Тоненько разносим сюда. Тут немножко второй цветочек добавляем. Почувствовали красный? Немножко красный добавим. Очень примитивно, очень свободно. Ну, потом это все обрежем фоном очень легко. Не ярче им, работа такая. Вот цветы сдержанные, они не яркие. Не очень яркие. Так, вот тут уже зеленоватые, лимонные, можно брать. Какие-то оттеночки. То есть здесь уже вы не прорисовывали? Нет, нет, нет. Только мы резервируем место. Вот на этом холсте, смотрите, вот этот холст у нас, держащий краску. Не холст, а брунт. Вот, эта краска уже тут останется. Мы просто как бы заняли место. Потом мы уже фоном сможем что-то делать, поправлять. Но вот эта краска уже как подмалевочек, она здесь останется. Разложили пока, вот такую основную массу, сняли лишнее, пускай выветривается тройничок, пускай она уплотняется. Краску можно даже немножко растушевать. Это тени цветов, теневые их, синевая подкладочка под цветом. Так, теперь берем кисть и уже начинаем прикладывать вот эти темные места. С теней всегда начинаем. Берем марс-оранжевый, без белья. Вот, смотрите, отмыли кисточку хорошо. Здесь ни грамма не должно быть белья кисти, чтобы получился вот этот сочный цвет. Вот этот вот так вот. И на вазе тоже самое. Старого дерева такого, да? Да. Как на открытии. И теплая, темная тень тогда идет. Раз. Вот мы ее подкладываем тонко, на разбавителе, но чтобы холстно светило. Вот он мощная такая, теневая будет. Ага. Тут тоже резервируем как бы вот это место вот этим мощным цветом. Так, потом вот эта вот мебель, она уже этот же цвет, марс-оранжевый, но с этим бельем. Берем марс-оранжевый, а немножко оранжевой краски, чуть-чуть белим. И уже наносим вот сюда. Чистый такой цвет должен быть. В краске не должно быть зеленого, чего-то дополнительных цветов противоположных. Вот здесь почувствовали с краснотой немножко. Берем в эту же смесь, немножко красного, можно или такого, или такого кадмия, или светлого, или темного. А вот эта красная красная, наверное, такая красная? Она, она не прозрачная. Цвет прекрасный, благородный, но тут, здесь важна прозрачность краски. И там еще, что важно, сначала немножко темнее делаем с запасом, с таким, чтобы можно было еще поработать, чтобы идти на восхитение. Здесь еще надо вылезать, он на такой вертикальный комплект, как положить. Почувствовали, немножко зеленит. Добавили зелененького, чуть-чуть. Вот здесь в уголочке. Травяная подходит, она теплая тоже. И лессировочная краска. Вообще, палитру старайтесь подобрать себе палитру, чтобы краски были максимально состав лессировочный. Ну, вот, допустим, вот эта лессировочная, лессировочная краска, это полу-лессировочная, лессировочная. Ну, которые могут быть прозрачными, но не сонными. А как их определить? Я только знаю на тюбике, что это, звездочки. На тюбике, правильно. Не звездочки, а там квадратик еще такой есть. Вот где-то у нас та же травяная, вот она. Вот квадратик прозрачный, значит, это лессировочная. Бывает полупрозрачная, значит, полу-лессировочная. А нам нужны лессировочные. Да, они более универсальные, и можно таких красивых эффектов добиваться. А вот белила, это очень проще, да? Белила? Да, все, что добавили на белилку, получается такой плотный цвет сразу. Широким инструментом работаем. То есть мы сейчас вообще к фону даже не приказались? Сейчас поймем фону. Сейчас поймем фону. Конечно, конечно, конечно. Вот прямо сейчас берем, ну, желательно отдельную кисть холодную взять, для холодной краски. Так, что у нас там, как определяем цвет? Похоже на сине-серый такой. Берем буквально серую краску или сажу. Так, берем черную краску, к черной краске. Очень аккуратно относимся. Начинающая, она... Начинаем вообще с запретом. Некоторые не дают начинающим черную краску. Но в данном случае она очень облагораживает оттенки. А если индиго взять? Можно, да, индиго брать. Индиго экстра тоже хорошая краска. Вот берем голубой, капельку-капельку черного. И, кстати, можно вместо черного сделать серую даже. Немножко белил сюда, чтобы не так мощная такая краска была. Не слишком уж... Иначе капельку захватишь, она пойдет в смесь. Вот сделали такую темно-серую краску. Пускай она у нас будет приядиться. Вот. Так, быстрые сравнения делаем, быстрые взгляды. Чего не хватает? Краплака еще немножко сюда не хватает. Так, и зеленого не хватает. Чуть-чуть еще зеленого. И... Чуть-чуть просто... Очень тонко... Очень тонко... Сразу и без контуров уже можно прокладывать к цветам эту краску. Не ленитесь работать рукой, не нужно гладить, разгладывать. Мы еще потом разгладываем, но пока должен быть какой-то мазочек. Так, вот чувствуем фиолетовую немножко в эту же смесь, зелененькую. То есть эта краска, это у нас подчиненная, конечно, вещь, фон, но очень важная, фон нужно подбирать, он просто должен быть спокойным, но не грязным, ни в коем случае не грязным. Это немножко фиолетовая? Фиолетовая и красная, в разных оттеночках таких. Фиолетовая и красная, в разных оттенках. Это не так важно, не стоит тратить силы на точную подгонку цвета. Это не кожа, где очень важны оттенки, все-таки это фон. Вы, если будете много подбирать, особенно не на палитре подбирать оттенки, а прямо на холсте пробовать и постоянно подгонять, будет грязно, уныло. Живописи лоприма, чем меньше работаешь, тем она свежее работает. Чем меньше уточнения, да? Да, чем меньше. Живописи лоприма, буквально. Живописи лоприма написал цвет, который первый, да? Да. Ну не то, что, она еще допускает одно поправление, одно уточнение, и все, не больше. Дальше идет грязь. Так, сразу записываем вот этот вот кувшинчик цветом фона. Как разовое это получилось? Смотрите, не сделайте ярким фон. Я просто, обратите внимание, я знаю, часто бывает отойдешь, все, а человек сделал фон ярче, чем предметы. И на нем уже не смотрится, смотрится очень дробно. И фон яркий, и предмет яркий. Вот здесь очень цельно все сделано, потому что фон проигрывает насыщенности. Так, вот наносим какое-нибудь интересное окропление краски. И пока она свежая, нужно немножко придать вот эту вертикальность, взбить немножко. Вот так вот буквально просто не надо, а слегка касается? Слегка, слегка. Можно подождать, чтобы подсохла. Тогда еще более качественно будет эта растушевочка такая. она очень мягкая. Сейчас смазывается. Вы не торопитесь, куда идите чуть-чуть. Так, что там сзади интересное? Так, вот здесь вот эта вот чистая кисть, вот эта мы коричневая, то, что брали, марсом-оранжиом. Да, вот это вот, где у нас будет блик. А здесь кисть у вас синтетика или нет? Пока все ощетимо. Да, тут может синтетика немножко в цветах будет. Вот так процентов 90 будет ощетимо. Очень важно потом в зеркале проверить вертикальность, не вертикальность вообще, форму сосудов. Как правильно, симметрия очень трудно дается даже опытным художникам. Ну вот еще нужно же перевернуть, да? Перевернуть, но лучше всего в зеркало глянуть. В зеркало? Да. Ну да. Так, вот и низкое у нас есть немножко. Индийская, она нам пригодится. И марс желтый еще есть, такая краска. Вот тут она, по-моему, чувствуете? Ага. Похоже. А можно и получить смешивание? Можно, можно. Ну вот, как раз таки, смотрите, интересный такой вопрос. Почему, если бы можно было все получать смешиванием, было бы вообще несколько красок. Красные, желтые, синие, оранжевые, там, коричневые, беливые, и все. Можно смешиванием получить аналог, похожую что-то краску. Вот в лессировках уже такого практически невозможно добиться. По крайней мере, как звучит марс оранжевый, ни из каких красок вы так не создадите вот этого цвета. Ну, близко, но можно. Поэтому у художника всегда есть разные другие краски. Кроме основной гвардии, такой вот красная, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая, есть еще дополнительные, специфические всякие оттенки, потому что они незаменимы. Вот они, только можно их немножко имитировать, но полностью заменить нельзя. Так, ну и сзади там что-то такое. Пока не очень светлым, таким вот подчиненным цветом. Угу. . . Продолжение следует... И все немножко дать, чуть-чуть стать фоном, да? Да, да. Надо подождать, пока все это разбавитель вылетается. Мы раскрыли холост, так называемый этап, когда избавились от фона, и потом пойдем, желательно, только на высветление, в идеале только на высветление. Ну, если где-то нужно будет, мы добавим еще... Ну, в общем-то, не может же так, как раскраска полностью? Ни в коем случае, нет, держите себя свободно, прокладывайте. Живопись, она несовершенна. Почему хорошая живопись, она вот вся такая, что-то выписано, может быть, кое-что, но в основном все вот так, достаточно небрежно написано. И у человека, наблюдателя, такой вот небольшой диссонанс происходит. Как это? Он видит краску, мазки достаточно небрежные, а в то же время видит картин, видит кусок мира. Вот этот вот такой диссонанс, он и хорош, он и ценится. Если мы все вот тут вылежем, выпишем, все, мы объясним, мы дадим подсказку мозгу, и мозгу будет не очень интересно. Мы только сможем восхититься, если мы... Мастерством. Мастерством, да. Если вы сможете вот так выпить, это тоже неплохо, конечно, это тоже дорогого стоит, когда ты выпишешь все хорошо, но не только выпишешь, не фотографично выпишешь, а выпишешь в тоне, да, живописно, в колорите каком-то, теплом, холодном, неважно, когда ты с цветом поиграешь, но детали все выпишешь, это тоже хорошо. Ну, это нужно уметь, это отдельная, как правило, аллоприма такое не берется, это многослойная живопись. Так, Ирина, я побежал, давайте догоняйте. Смотрите, смело на моей работе можете проложить, попробовать тон. И схожий, да? Посмотреть, да. Хорошо. Пока не ярчите, но самое главное, вот ярчить нужно вот здесь, в тенях, вот в этих, здесь должна быть насыщенность. краски, вот тут недостаточно. Смотрите, тут плотно ей нужно было. А, хорошо. Так, сняли лишнее, немножко растушевали. Тихо. Тихо. Ах. Тихо. Запислили. Играет-ыграет. Играет-ыграет-ыграет. Можно поперёк немножко. То же самое со столом, с поверхностью, чтобы была вибрация. Так, ну это же ещё как бы тоже в виде набровки? Или уже, например, стол мы делаем практически больше не трогая? Нет, конечно. Зачем его трогать? Ну смотри, тут тоже всё набросываю. У нас более-менее прописаны будут цветы вазы и всё. Всё остальное. Вот помните, главное вот этот мазок не потеряйте, не увлекитесь. Должна быть вот так вот. Светлый. Да неважно, можно и на утемнение пойти этим мазком, но ищите фактуру холста. Оставить? Да, чтобы мазочек рвался у нас. Ага. То есть не закрашивать? Да, вот так вот. Мы обогащаем, приносим оттенки всякие. Вот это очень богатая укладка. Как вольта, да? Да, да. Тоже вот так, вибрирующим таким мазочком. Краска уже плотненькая, она так не смешивается. Угу. Угу. То есть вот все оттенки, которые видим, мы их наносим так вот вверху. Достаточно, да, свободно, не зацикливаемся на точном перечислении этих пятен приблизительно. Да, и не пытаемся их въедино соединить. Да. Чтобы динамик. А вот стекло уже. Ну вот, повторяем, в стекле отражается, стекло кишется несложно. В стекле все отражаются, все, что вокруг, те же края. Что-то дно получается светленьким, да? Да, плечок там какой-то. Просто нужно более-менее повторить то, что мы видим. Почему-то казалось, что стекло надо от кого-то полностью закрашивать. Ну, не закрашивать. Можно и так. Здесь это дано... Намеком, да? Просто намеком, да. Это тоже подчиненный, это не главный герой в картине. Если его выписать, будет отвлекать. Угу. Тут явная градация. Вот главный букет, это вазы и цветы, дальше. Потом стекло, вот эта ручка, может быть, потом вот это леста. То есть, он вот бриками так отдает, да? Оно должно тогда вызывать. Так, вот тут, как мы видим. Так, вот тут, как мы видим. И на этом бы запуталась. Все время хочется, знаете, как бы разводить вот эти все маски. Подождите, потом мы... Смотрите. Нет, вообще, когда... Это плохое чувство, да? Да, это все новички, наверное, вообще. Когда, вот смотрите, если смотреть на картину, не сфокусировавшись на носки, на эти, а через картину, через нее в соседнее помещение, у вас не будет этого желания. Вы пока будете работать с цветом. Она будет уже разглажена, поскольку она сфокусирована. А потом в конце можно включить зрение, действительно что-то сглазить, жестко снять. Не очень хорошо, когда все очень жестко написано. Картина рябит тогда. Ну вот я, наверное, неправильный образ, а совсем вот это не выглядела, что... Ну, я же то, что рассмотрела... Вот в вазе можно немножко растушевать. Там все такое мутновато. Жесткие блики там, но внутри мутненько. Так, вертикально проверим. Это как бы нас просвечивает, да? Да, да. Вот захватываем буквально вот эти оттенки. Он смешивается... Вот эта жесткая сентритика квадратная. Берет отсюда краску, смешивается здесь с коричневым. И уже такой более-менее промежуточный цвет. То есть этот цвет, множенный на коричневое стекло. Стекло непрозрачное. То есть стекло прозрачное просто повторяет оттенки всего окружения. В крашеном стекле уже приобретают оттенки синего, допустим, синяя бутылка. Вот она, или кувшинчик зеленого и так далее. Вот тени здесь, смотрите, они такие смачные, без белье, мощные. Если нужно высветлить, высветляем цветной краской. Вот типа оранжевой или красненькой. Да, они тут все очень насыщенные. Сразу серость появится, которая может прям развалиться. Вот у вас уже серость. И как это будет убираться? Ну, вы тряпкой придавите, выберите, лишнее на себя возьмете красочку. И потом... Да, снимайте все. И потом вот сюда уже такие краски уже более-менее уменяемые. Можно положить. То же самое здесь, в общем. И вверху. И вверху. И вверху. Растушевать нельзя, потом успеем, пока распускайте взгляд и боритесь с этой примечкой. Иначе у нас получится антихудожественное, это самое простое, взять и растушевать. У нас получится, еще раз говорю, вот в этой краске мозг должен видеть предметы в мазках, он одновременно и краску должен видеть, и предмет в нем считать, в такого плана живопись. То есть постарайтесь усилием боли заставить себя, по крайней мере, пока не растушевывать. Потом немножко, говорю, мы чуть-чуть смягчим излишнюю жесткость, но чуть тоже. Иначе. 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 вообще она, прям действительно. Жива стало. Иначе. Так, вообще клинические цветы ей нужны. А я, такой вот масок красивый. Бегущий куда-то, купывающий, бездовый, самокрытый, вообще-то. Ну, это вообще будет. Так, смотрите, теле. То есть, лепесток, вот тут упало несколько. Берем сначала теле, откладываем, а потом на нее... На дне, да? Да, на дне. На дне, в два цвета, не перемешивая. То есть, смотрите, важная недомешанность краски. Тут мазок один, а окажется, что там и красный, и беленький. Берем разные вот эти краски, немножко не домешивая, пробуя на удачу. Вот этот можно оставить. Потом берем другой. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну да, так. Холодная киберяна. А там, как я делал, когда-то от суши все. А сейчас смотришь. Вот лепестковали, и сразу такой объем. Объем материальности. Да. Плоскость вернее. Что-то. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Намечаем вот эти цветочки. Я сейчас умужден идти. Вы пока догоняйте, переделывайте свои вот эти мутности. Делайте то, что нужно. Вот потом будет зелень. Зелень не зеленая, а серо-коричнево-зеленая. Что-то. И кое-где будет зеленая немножко. Вот тоже без прорисований. Вот как эти листья берутся ударами плоской кисти, синтетики. Как-то раз наш мозг сам придаст, найдет там что-то. А если будем выписывать листья, ну такой будет, такое деревенское все, понимаете, все вот в таким, ну пазл создаем, понимаете, для мозга, зарядочку такую. Вот найди вот в этой шлепке случайно. Найди листик, и он найдет. Ну, есть такие совсем очевидно неудачные мозги. Их тогда нужно, конечно, чинить. А так, в принципе, если не бояться и спокойно вот так вот что-то делать, процентов 90 получается. Главное, цвет и тон подавать им правильно. Тональности. Да, мозг, наблюдатель, он до того сейчас воспитан, что он абстрактные образы считывает, а здесь же они не абстрактные, они такие полуабстрактные. Он легко все это считает. Так, ну давайте, продолжайте. Так, Ирина, давайте. Слушайте, не плохо. Вот эта вот вазочка. Немножко больше сделали, чем можно. Какая вот эта? Как обычно. Вот эта. А вот эта? Ну да. Я ее ровняю. Так, переставляю, да? Так, секундочку, я просто Вашу немножко попробую. Вазочка неплохая, ровненькая, по крайней мере. Чуть-чуть великоватая, но не страшно. Вот внутри вот эту вот мутность нужно создать. Брики правильно, пускай будут жесткие. Чуть-чуть не хватило чистоты цвета у Вас. Грязноватой кистью приложили. Брик. Так, может быть, его снять с ткани? Да, можно снять и сделать. Снимем. Так, добавим вот эту. И чистой кистью. Вот такой вот. А, смотри. Он может торчать. Вот этот мазок может быть выпуклым очень. Ага. Так, тут немножко желтого не почувствовали. Вот эти вот рефлексирующие такие. Так, очень у Вас... Замазано. Нет. Широко? Широко, да. То есть она поднята. Видите, она выпадает из вот этого. Ага. Вот здесь, смотрите, тут практически вот ровно. Ага. Здесь, значит, линия горизонта где-то вот здесь, рядом. Да. А вот это у Вас более спокойно вот от того. Вот этот сотрите немножко. Добавьте фоном вот этим вот. Ага. Привнесите фон и заново вот эти две линии. Они... Ну, чувствуете? Ага, да, да. Поняла. Поняла. У Вас такие классические детские ошибки. Увеличили этот санат, повернули по себя. Ну, а что ж, конечно. Так, в принципе, все более-менее неплохо. Все вы видите. Ручка красивая прям. Хочется покрутить. Все вы видите. В душе. И ручка большая. Ну, да. Я тоже уже обручку помню. Тоже ровняла. Вот это чисто из психологии. Все значимые... А Вы не психолог? Все терапевты. Да. Вот все значимые вещи мы увеличиваем. Конечно. Да. Оформательно, да? Да, да, да. Так, сейчас давайте немножко по цветам пройдемся. Так, цветы берем, снимаем еще раз лишнюю краску, она нам не нужна. Так, берем, наверное, обычную щетину. Так, вот и приходим, опять ищем тень, серединки у цветов. Берем, ну, вот такие вот, смотрим, теплые, темные, теплые серединки. Находим. Вот здесь один будет, цветопотный серединка. Тут вторая у нас, третья. Тут зеленоватый. Почувствовали зелень? Да, смело зеленую серединку. Тут желтая серединка у нас. Лепесточки ищем. Так, пляшем вокруг серединки. Мазочки раскладываем. Угу. Ну, это тоже еще, как бы, только прописываем такие теневые моменты на цветах. Да, теневые можно уже и цветовые. Немножко уточняем. Мы, да, еще много раз будем подходить к этому. Я раскладываю, раскидываю вот эти вот оттенки, которые чувствую, без особой формы. Ну, примерно вокруг середины можно плясать. 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 Вот это плоская кисть, вот эта синтетика. Угу. Ну, такой холодноватый цвет получается. Да. А у них, насколько я помню, у них холодное листво. Да. Такой жесткий холодно-зеленый цвет. Плясать. Вот рваненько так рисую. Тоже, как и здесь, листья тоже можно вот так плясать. Ну, вот, в частности, вот здесь мне нужно рваненько. Я беру краску или плотную краску, или же, если она жидковата, я немножко промакиваю и делаю вот такой вот, чтобы он только по поверхности, по поверхности фактуры холста оставлялся. Вот такой дышащий, живой мазок получается. Но уже больше ничего не надо добавлять, да? Нет. Можно потом блики какие-нибудь дать, зелененькие, развеселить. Можно. А вот это тоже, да, рваные маски? Да, да, да. Вот они. Это очень ценится. Ну, это имитация масляной живописи. То есть их надо оставлять такие, да? Конечно. А, я думала, это надо еще докрасить. Нет, не надо. Это не брак, это... Самое то. Это то, что надо. А, немножко, ага. Махнатость такую, да, сделаю? Нет. Тут, скорее, не роза, а это шиповник или, ну, как это, садовая какая-то розочка. Типа парковые розы называются, да. Не классическая роза. И у них они раскрываются. Раскрываются, ага. Вот сейчас очень важный момент не насиловать цветочки и не придавать им то, что нарисовано, а уже давать вот то, что просит ваш цик. Угу. Тогда он будет намного более цельным. Угу. Не замученным. Угу. Сам, да? Нашим. Именно нашим. Так будет свежая, цельная и свободная работа, не мучение по выписке. Угу. Угу. Ну, я вот смотрела, сейчас уже там мастер-глассы просто предлагают под копирку снять картину, перевод через карту и по раскраске. Мастер-гласс. Мастер-гласс. Ну, как-то… Все-таки, мне кажется, творческие на мозг уходят. Да, да, да. Вот это… Смотрите, когда вы жестко не привязаны… Тут я почему? Я жестковато даже показываю, потому что, ну, мне урок нужно сделать. Конечно. Когда ты сам рисуешь, ты берешь какую-то идею сочетания цветов, ну, может, что-то вот такое композиционное, и все, и дальше пошло, пошло. И ты тогда, во-первых, не устаешь. Это не работа, это творчество. Когда элемент творчества, ты вообще-то свободен, тебя доставляет вдохновение, удовольствие и так далее. Когда ты копируешь, это уже… Это работа. Работа кропотливая, такая немножко унылая. Так что это очень полезно освободиться от таких условностей. Я уже пошел более нежной кистью. И мы можем вот этой синтетикой укороченной. Это была щетина? Да, мы основную массу щетины. Более того, мы видим, вот у нас подсохнет, мы еще снимем аккуратненько, да, подснимем лишний вот этот пластилин, который мешает. Ага. Если неудачно где-то. И потом снова-снова можем более точно как-то там прописать. Ага. Очень приблизительно. Мы выпишем, может быть, один, два, три каких-то цветочка более-менее четко, остальное будет у нас играть вот о своей недописанности, играть опять же на цельность картины. То есть на свободу, на свободу решения картины, на свободу изложения такого языка живописного. То есть если мы пропишем весь букетик, нам придется и сюда подтянет, подтянет равновесие и все. Мы закончили тем, что полностью допируем, сделаем жесткий стол и так далее. У нас получится малоинтересная работа. Без вот этой желописной поэзии. Немножко притаптываем. Притаптываем, да, жесткость снимаем. Немножко вылетелась, разбавите. Контрастнее можно вот эти штучки сделать. Я уже не смотрю на эту банку, я уже сюда закладываю. Вот смотрите, вот здесь есть этот цвет и стекле он будет. Понимаете? Вот такой фокус. Абсолютно бездумно можно. А наш мозг сложит из вот этих вот таких мазочков стекло. Стекло очень нежелательно копировать. Запутаешься. Вот поставишь. Труднейшая задача. Обыкновенная трехлитровая банка с букетом цветов невозможно повторить. Ну очень трудно повторить. А когда ты просто не будешь перечислять стекло. Например, ты знаешь, что там все отражается. Вот эти краски раскидал в эту банку и все. Глядишь. Блик на нужное место и выход на стекле еще такое важное место. И все. И она автоматически становится. А если прописываешь, то очень трудно. Вот эти линии, ветки вот эти нежелательно вести. Очень красиво, когда они прерываются. Когда наш мозг их сам дописывает. Вот она прерывалась. Не стоит ее чинить. Понимаете? Наш мозг ее сам соединит. И спасибо нам скажет за вот эту недосказанность легкую. Понимаете? Вот это всегда красиво смотрится. Вот так. Вот так немножко растянуть его в воздухе. Потом еще важно фоном обрубить немножко кое-какие места, найти опять цвет фона, какой у нас там серый какой-то зеленоватый, где-то с крови. Вот здесь можно где-то дырочек наделать, чтобы была прозрачность. Это у нас полосой такой забилось уже. Тоже цветы не стоит преувеличивать. Я даже увлекся, они великоваты, большого размера. Нужно немного им придать формы. Меньше. Зеленым, то есть цветом листьев тоже можно разрубить. Рубить мальдоними. Рубить их. Потом вот это обязательно нужно притоптать, чтобы эта темная зелень ушла на задний план, чтобы не торчало. Вот немножко подсохнет. Растушевочка немножко сплавится и уйдет на второй план. Сейчас он немножко лезет вперед. Понятно. Мир по 3-й. А так вот. Три-то. Эта нулёна. Эта нулёна. Эта нулёна. Эта нулёна, окisms, если не прощусь. Эта нулёна. Эта нулёна. Вот там такие звуки, похожие на бутончики, просто краской Берем такую насыщенную безбелиную краску Так, очень нежно. Интересно, неплохо. Неплохо. Вот подчеркнем там что-нибудь. Неплохо. Как вы? Никак не могу. В меру краски. В меру краски. Да. Не могу. Понять. Сейчас давайте поставлю. Не было? Не могу. Может быть где-то будет и заглазка только. Я как-то называю. Ну, какой-то цвет есть. Нет таких красных, таких звучных. Нет. Нет таких звучных мазков. Вот таких красных открытых. У вас все разбили. Да. Коричневый. Слишком коричневый. Зелененького нету. Ну, неплохо. Все поправим. Ошибок нету. Таких глобальных. А, вот здесь вот смотрите. Слишком все зеленое. А тут мы же договаривались. У нас чувствуется почти черное. Такое синевое. А вы зелененькое. Так. Ну, неплохо. Давайте я сейчас... В общем, смотрите, что сделаете. Фоном, цветом фона обрубите лишнее. Опять вот наделаете дырочек. Добавите немножко открытых, откровенных цветов. Чистых. Кадмия красного, светлого или темного без белин. Кое-где. Где у нас тут вот эти вот... Вот он, вот он. Разрослись цветы. Нужно подрезать их. Попробовать уже почувствовать форму какую-то в них. Ну да, у меня все кружочки получились. Ну да, у меня все кружочки получились. Это как бы разворачиваем их, да? Да. Немножко их кручу в разные стороны, чтобы чуть-чуть у них разнообразие было. А этот получается вот сюда вот, да? Вот этот все вниз, вот этот вот сюда. Этот теневой, пускай так и сидит цветом. Ага. Вот этот между ними. Посветлять не нужно. Даже наоборот, нужно так притоптать, чтобы он замутнился. Контрастность потерял. Света не бойтесь. Это же цветы. Вот это серенько так. Скромненько. Огромненько очень. Сменяем. Вот эти хорошо проложили. У них еще бывают вот эти такие темные. Кончик светлый. А вот это вот. Так, ну ладно, вы в этом ключе еще поработаете. Ага. Я сейчас беру за свою. Хорошо. Садитесь, отдыхайте. Так, а сейчас вот что? Еще иду на усложнение, какие-то оттенки. Да. Угу. Если бы около вот этой пуговички или как это, то должен быть снизу рефлекс. Рефлексы, да. Вот говоришь себе, не бойся. А как-то таки все знаешь, что все. Начинаешь думать и все пошло на смырку. Надо вам 100 грамм. Ну да. Ну это, конечно, зажимаем все до себя. А в принципе, ничего действительно страшного не случается. Ну да. Пятая часть уже. А вы сравнимаете? Ну да. Сейчас я скоро буду. Собирать буду-то я еще. Скажешь, он сложный наверное выбрал, но в другой стране тогда еще не поймешь если. Ну не очень сложно. Если бы вы в грамотном ключе работали, вы уже давно завершили. Ну сколько тут? Вот я работаю с этой картинкой сколько? Час наверное. Еще где-то минут 20 и в принципе вот такую свежую можно и отставлять. И у вас, а вы больше работаете время. Если работать безошедочно, в таком ключе, мазком, можно очень быстро. Ну да, 2-3 часа можно. Мазком. Вот так можно. 카치 10. И tapes. Кстати, и вот тоже остались как можно, А дальше у Eagles Мold splbahn starting. Да, ладно. Последún vos корот verlесENки. Так, а Дб terms Engineers, вам сложности вины и ос 자신 не ILern mafiaished, а порой есть так. Спасибо. Так, вот мы облекуем щитки, которые собираются круглой кистью. Спасибо. 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 Так, вот мне нужно чуть-чуть притоптать резкость. Просто поторцевать щеткой. Да, вам еще нужно форму придать. Вот обрезать, обрезать, обрезать. Вот она уже читается. Один в одну сторону, а этот в одну сторону. Смело обрезайте, мне не нужны такие большие. Чуть-чуть меньше их сделайте. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну, неплохо. Так. Что-то не нужно теперь снимать. Вот тут, кстати, снимаешь, проявляется вот такая живопись. Как бы, понимаете? Это тоже очень вкусно. Старые краски. А, это как бы тени, которые идут сквозь стекло, да? От листвы? От ножки? Да. От ножек. Можно наметить. Тут этого нет, но это всегда неплохо, когда какая-то ножка намеком лежит. Торчит. Так, вот здесь вы хорошо собрали очень. Прям даже чувствуется граненность вот этих вот. Вот видите, жесткие, вот у вас здесь не хватило жесткости, и тут как-то виоленько вот так. Ага. Так, ладно, вы тут еще доделаете, сейчас я продолжу с этим. Веточки. Намек на веточки. Ни в коем случае нельзя тянуть ветку, объяснять. Так, намек, намек прерывисто. А какой-то глубокий зеленый у нас идет с синим? Синий плюс коричневый. Нужно зеленый плюс коричневый, лучше синий. Или фиолетовый плюс зеленый тоже. Такая серо-зеленая. То есть вот нужно бороться со стереотипами. То, что зелень зеленая, зеленая краска. Нет, она кое-где зеленая, кое-где коричневая, кое-где красная даже бывает. То есть вот такие стереотипы нужно всегда иметь. Табачные. В зеленом столько много оттенков. Вот такой пепельный, а тоже зеленый. Читаются музбам как зеленый. Хотя зелени и нет. Как-то серое, что-то серое. А вот момент остановки у картины. Момент остановки, когда начинаешь портить. Есть такой момент, ни с чем не спутаешь, когда ты делаешь одно действие, не попал второе, ошибся, третье ошибся, все, что-то не то. Значит уже нужно остановиться. А ваш человек не чувствует. Или же отдохнуть. Он меня начала портить. Смотрите, вообще-то художник должен быть чувствителен ко всему. И к ошибкам, и к грязи, и ко всему, ко всему. Отточенные чувства должны быть обостренные. Вот вы подсказали, что нужно на пол поставили, отошли, посмотрели, ну как больше, что за река. Или с другой стороны, да? Да, тоже. Очень полезно, да. Сфотографировать полезно, отнести, перевернуть даже иногда бывает полезно. Или в зеркало посмотреть. Да, я вот как ногами один раз переворачивала. И совсем по-другому. Нужно не один раз, а не лениться. Каждые минут 15-20 свою работу относить и смотреть в другом ракурсе, в другом окружении. То есть нужно быть объективным, жестким к себе, понимаете? Взять и посмотреть критично. Не полениться. Вот я сейчас вот это критично посмотрю. Сейчас надо. Я уже сразу увидел, очень контрастная вот эта темнота. Очень-очень темная. Нет, красная хорошо, а вот здесь излишний контраст. Так, Светлана, вы давайте поработайте еще. Я сейчас закончу с птичками. Так, где чья? Это моя? Так, да. Тудоршку покажу. Может уж делать это. Нет, нормально. Давайте я сейчас с вашей поработаю. Потом еще немножко подойдусь. Так, растяжки вот эти ни к чему. Ни к чему, да? Да, ни к чему. Смотрите, пустое место. Вот здесь у нас еще живопись есть. Чувствуете такая вибрация? А здесь глазинки не интереснее. И справа у меня все неинтересно. Вот можно взять, если много краски снять, лишнее. Да, я думаю, это уже перевод. Кстати, иногда вот такое зерно появившееся тоже добавляет. Вот как здесь мы где-то добавили. Ага. Так, вот вот это там все спряталось. Не, ну значит, мне кажется, надо все это... Я еще хотела все это подскоблить. Но цвет уже вот этой зелени красивый. Уже такой, более благородный. В отличие от зеленочки, которая в прошлый раз была. Так, итак, вот это место, смотрите, подскоблили. И потом каких-нибудь оттенков. Вот так вот, что-то полусуфой кисточкой сделать хоть какую-то историю. И теплое на теплом хорошо смотрится, но еще лучше, когда рядышком будет холодненький мазок. Какой-нибудь фиолетовый. Или бирюзовенький. Тут пропитано бирюзовым. Бирюзовым. Нет, нет. Вот это у нас какой-нибудь каплучок. Чуть-чуть холодненького. Всегда теплое должно лежать рядом с холодненьким. Они подчеркивают друг другу. Сидите, отдохните. Это все идет синтетика кисточкой? Сейчас, да. Все синтетика. Потому что щетина хорошо проложит краску, но полосочки тоже неплохо. А вот это вот такой рваный мазок создает. Я вот его обожаю. Вот это вот. Ох, мне надо больше там. Так хорошо. Потерлась. Вот он. Он вибрирует. Он живой. Вот этот мазок. По уже полупросохшей краске, по такой вязкой, дать на скорости немедленно. А именно нужна вот такая скорость. И работаю не рукой, а плечом. Удар плечом движения. Вот смотрите, немного мазков, а уже что-то образовалось. У вас было гладенько, как-то не культурно. Это культура укладки. Есть такое понятие, почему мы живопись любим рассматривать вблизи в интернете. Вот я не знаю, какой я обожаю. Смотреть, где можно посмотреть в мазок. Ты и так посмотрел, и так. Это из-за вот этой культуры. Потому что живопись маслом – это не только изображение, а это еще и барельеф такой вот из масла. А, вот я там не заметил, у него же вот так бликует стол. Что-то я там не пресек. Вот так можно чуть-чуть обозначить. Я не знаю, что это значит. Считайте. С октября. Вот это было постиг. Да. А. 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 Спасибо. 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 Можно от периферии немножко собрать, немножко растушевать. Такой прием нельзя злоупотреблять, растушевка. Он очень собирает к центру взгляд, когда периферия немножко-немножко растушевывается. А Вы с палитрой растушевываете? Нет, просто втираем. Сокой чистой кисточкой. И всегда контролируем на грязь. Очень внимательно контролируем на грязь. Вот смотрите, чуть-чуть взбиваем эту контрастность. Цвет должен остаться. Угу. Угу. Но именно только край, да? Да. Края снизу вот здесь вот немножко. Угу. 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 Вот здесь краевой контраст очень заметный, я его упустил сразу. То есть здесь мне тоже немножко, да? Да, да, вот здесь можно чуть-чуть, только кисть лучше мягкую взять, это уже очень жесткая, хотя попробуйте. Так, ну, наверное, и всё на сегодня. Надеюсь, понятно, как делается. Стекло, ваза, ничего сложного, пересчитать рефлексы, замутить немножко, накидать цвет оттуда. Ну, с цветами понятно всё, цветом работаем. Главное, надо делать, делать и делать. Да. И укладочки. Не забывайте, что укладка должна быть в своём, ну, органично, без мастихий. Вот здесь написано, пишеньки есть, пишеньки до конца. Вот я же говорю уже. Всё. 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 Субтитры подогнал «Симон»